5 миллиардов 186 миллионов рублей. Такие расходы на 2016 год заявили главные распорядители бюджетных средств для сферы образования. Для округа направление одной из приоритетных. При доходах региональной казны в 15,5 миллиардов образование занимает целую треть. Расходы по всем статьям детальным образом рассмотрели на комиссии по экономической политике и бюджету. Ирина Цепитова продолжит. Самая объемная статья расходов – более 3 миллиардов субсидий бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение и выполнение госзадания на оказание госуслуг. В этой статье заложено денежное средство на коммунальные платежи, налоги и заработные платы работников образования, в том числе городских школ, которые должны перейти в ведение округа с 1 января следующего года. Что касается сельских образовательных учреждений, то эта цифра гораздо меньше – 1 миллиард 527 миллионов рублей, что на 6% меньше, чем в этом году. Часть идет за счет оптимизации, вследствие того, что мы укрупняем, когда делаем одно учреждение, как юридическое лицо, состоящее из головного и филиалов. На образовательный процесс это не скажется в отрицательном. Кроме того, из штатной численности сельских школ вывели ставки кочегаров. Этих работников полностью передали Северожилкомсервису. Первую волну вопросов у участников комиссии вызвало уменьшение финансового обеспечения Ниницкой коррекционной школы-интерната. Коррекционная школа. Здесь уменьшение. Уменьшение идет за счет содержания и услуг, содержания имущества. Простыми словами, финансирование школы-интерната может уменьшиться в части коммунальных услуг и текущего ремонта здания. На серьезность сокращения указала Татьяна Бадьян и рекомендовала департаменту пересмотреть эту цифру и полностью сохранить финансовое обеспечение школы. Как и в текущем году, в полном объеме департамент заложил средства на субсидии бюджетным учреждениям на организацию питания в образовательных учреждениях, в том числе и в среднепрофессиональных. Норма останется той же – 97 рублей в день. На том же уровне останется и финансирование питания на продленках в сельских школах – 50 рублей на ребенка. Нетронутыми останутся субсидии на отдых детей на летних площадках в школах, стипендии, компенсацию денежных средств за проезд в дни каникул к месту жительства и обратно к месту учебу один раз в год. Ирина Цепетова, Вадим Стасюк, Телеканал «Север».